Смогут ли новые поправки в Конституцию сформировать в России социальное государство? Россияне уверены, что изменения позволят определить страну как суверенную, независимую и неделимую державу. 2 марта в Госдуме завершился прием предложений. Россияне проявили большой интерес к процессу обновления Конституции. Об этом свидетельствуют и более тысячи поступивших предложений. Большинство предложенных изменений касается социальных гарантий. Это пенсии, поддержка семьи и детства, уровень минимальной оплаты труда и здравоохранения. Поправки, абсолютно точно попадающие в запросы общества. Одна из них – индексация пенсии, не реже раза в год. Такое изменение президент страны предложил внести в 75-ю статью Конституции и дополнить формулировкой. В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений. Кроме того, Владимир Путин предложил более четко прописать в законодательстве обязанность государства индексировать ему рот. Фиксация минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума вызвала особое одобрение граждан страны. Напомним, с 1 января 2020 года мрот был увеличен до 12 130 рублей в месяц. Хотелось бы, чтобы зарплата была у нас повыше, конечно, выше прожиточного минимума, было бы лучше намного, конечно, и соцпакет, конечно. Везде сейчас лекарство подорожало, особенно медицины или любой мазь, или какой бы ни было лекарства, покупать довольно сейчас многим. Также было предложено отразить в Конституции норму об уважении к труду человека. Такая поправка будет привлекать внимание, уважение к людям труда и в общественном сознании, и в тех мерах, которые само государство предпринимает для развития страны, отметил глава государства. Все предложения считают важными 80% опрошенных во всех возрастных группах и типах населенных пунктов России. Инициативу обязательной регулярной индексации пенсии поддержали 91% граждан. Поправку установлением рот не ниже прожиточного минимума – 90%. Там уже предусмотрен, все расписано, не могу ничего не добавить, не убавить. А какие самые вот такие социальные поправки вам, как гражданину, пришлись по душе? Да все прекрасно пришли, все подряд, все, что там написано, все по душе. Медицинская помощь должна стать доступнее. Такое предложение озвучил в ходе заседания рабочей группы по подготовке поправок Леонида Рошаль. Глава НИИ, неотложной детской хирургии и травматологии считает, что этот пункт необходимо закрепить в основном законе страны. Президент Владимир Путин признал обоснованным это предложение. Голосование по поправкам в Конституцию пройдет уже совсем скоро. 22 апреля граждане смогут ответить на главный вопрос – поддерживаете ли вы изменения в Конституции? Несмотря на то, что это будет середина недели, день сделают оплачиваемым выходным. Диана Дударова, Майорбек Межоев, Новости 24.